Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Визитная карточка курортного города преображается. Работы по благоустройству набережной по поручению исполняющего обязанности глава Анапы продолжаются. Трудовое имя станицы. В Анапской вспоминают имя Полины Рогачевой. Именно под ее руководством колхоз обрел вторую жизнь. Стоп, снято. В Анапе отметили ночь кино, дефиле, кинопоказами и попури из популярных фильмов. Новости полный порядок на набережной, не ожидая окончания сезона. Бежалось начистить ее от незаконной торговли и привести в нормальный вид запущенные зеленые уголки. Такое поручение ответственным службам дал исполняющий обязанности главы Анапы. Юрий Поляков созвал все ответственные службы вечером в пятницу и провел их по главному прогулочному маршруту. Обход начался с улицы 40-летия Победы. С первых минут Юрий Поляков дал понять, брешь в бюджете оставляют не только те, кто самовольно использует муниципальную землю, но и те, кто игнорирует нарушения. За использование земельного участка пусть они в бюджет платят деньги, если они его используют. Логично или нет? Ну пожалуйста, а занимать? А что, договор есть о ренте? Земли, значит, это все не санкционировано. Управлению ЖК Хайзеленстроя указали на их недоработки. Необходимо устранить провалы в плитке, восстановить вытоптанные клумбы и обновить проживевшее ограждение. Проведенная за последние дни управлением торговли и полицией работа по демонтажу нелегальных точек дала результат. Нарушителей стало на порядок меньше. Уже сегодня надо принимать решение на будущее. Федор Викторович, по торговле будете рассматривать. На следующий год ни в коем разе, ни в каких улицах не ставить. Вот есть пятак, вот здесь можете мороженое поставить, тут воду. Все! Больше ничего не должно нигде быть. Территория от маяка до тренажерного сквера – рассадник стихийной торговли. Ограждение санатория срезано, а вдоль фасада вольготно выстроились торговые ряды. Не санкционировано от торговли. У вас договор есть в маяке? Да. Да? И что в договоре написано? Что можно забор срезать и встать в заборе, да? А вот здесь вот такой не понадобится. Или маяк вам какую-то территорию предоставляет? Так может, они здесь все находятся? И вновь серьезные претензии к городским службам. Муниципальная земля захвачена, а предназначение сквера просто уничтожено. А действенных контрмер нет. Маяк на особый контроль, на особый. А вы в суд подавали? Послушай, хватит судиться тут. Вы будете судиться тут до белых мух. Вам лишь бы лето прошло как-нибудь. Значит, надо с ними за использование земли. Они должны, во-первых, бюджет заплатить, деньги, ну и так далее. На протяжении всего маршрута Юрий Париков давал поручения, суть которых – расторгнуть договоры с уличными торговцами и освободить набережную от рынка. Наша муниципальная земля. Давайте рассмотрим, забор поставим тогда там, отгородим, баннер оповесим. Ну, что это такое? Глянь, посмотри. Думай, ну-то будет, думай. Уже в предстоящую среду, 30 августа, исполняющий обязанности главы Анапы ждет от городских служб отчет о результатах выполнения его поручений. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков дал поручение коммунальным службам привести набережную в порядок, не дожидаясь окончания сезона. В минувшие выходные коммунальщики частично исправили полученные замечания. Так восстановлено и окрашено ограждение на проблемных участках набережной. Сейчас сотрудники Ремстроя в составе одной бригады меняют пришедшую в негодность плитку. Всего здесь необходимо восстановить более 30 квадратов тротуара. Работы по благоустройству набережной продолжаются. Уже в эту среду коммунальщики должны отчитаться о завершении работ по данным поручениям. Вернуть Анапе славу одного из лучших курортов страны, развивать и продвигать лечебную базу, которая есть на территории муниципалитета, навести порядок с торговлей и земельными отношениями. Планами на будущее с журналистами накануне поделился исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков. Подробнее в нашем материале. С самого начала встречи стало понятно, она выйдет за рамки запланированного часа. Слишком много вопросов оказалось у представителей СМИ. Журналистов интересовало, что в первую очередь намерен сделать Юрий Поляков. Губернатор поставил задачу навести тут определенный порядок и сделать город курортным. То есть будем к этому стремиться. Но у нас, как всегда в жизни бывает, поломать все всегда легко, очень сложно все это восстановить. Но, тем не менее, то хорошее, которое делала до этого команда, мы будем улучшать. То, что они не сделали, мы будем заново все это делать. Первое, по словам Юрия Полякова, что он сделал в новом статусе, потребовал список всех городских зеленых зон. А затем и лично проинспектировал почти каждый объект. Увиденное, признается, не обрадовало. Вытоптали все зеленые зоны, на них появились какие-то надувные матрасы, мороженое все это на зеленых зонах. У меня возник другой вопрос. Ребят, а кто это восстанавливать теперь будет? Кто-то торговал, кто-то на батуте прыгал там, да? Все вытоптали. А теперь муниципалитет должен восстанавливать. Ну, наверное, это неправильное решение, да? Но есть опыт города Краснодара, который сделал постановление и просто взяли и запретили на клумбах, в скверах, в зеленых зонах расставлять торговлю. Просто запрет сделали. Ну, я думаю, надо поддержать такую инициативу города Краснодара. Жестко намерен пресекать Юрий Поляков и несанкционированную торговлю. Сегодня большинство парков и прогулочных зон превратились в стихийные рынки. Уже с подачи исполняющего обязанности главы здесь начали наводить порядок. Снесли около сотни незаконных объектов. Но решать эту проблему, по мнению Юрия Федоровича, необходимо еще до начала сезона. Не давать этому становиться апрель-майюнь. Если только ты ситуацию выпустил из-под контроля в июне, то ты потом уже получается так, знаешь, когда две дырки через два метра, ты тут закрыл, здесь побежал, а здесь закрыл, там, а побежал. И, конечно, необходимо активнее позиционировать Анапу как лучший курорт страны. Для этого в городе должна появиться соответствующая инфраструктура. Вторая, не менее важная задача – сделать Анапу привлекательной для туристов круглый год. И для решения этого вопроса у нас все есть. Три месяца. Ну, пусть четыре месяца. А дальше что? Восемь месяцев мы делать должны. Поступления нету, того нету, денег нету. Все это сложно. То есть нужно границы потихонечку раздвигать. У нас сумасшедшая база больного водолечения. Надо потихонечку возвращаться к этому. К этому, чтобы лето – это море, зима, осень – это люди, которые лечились. Журналисты же не упустили случая предложить Юрию Полякову встречаться чаще. Исполняющий обязанности главы заверил, что всегда готов к конструктивному диалогу. Рассказывать о текущем положении дел и том, что планировалось сделать, будет не только первое лицо города, но и заместители мэра, а также начальники отраслевых управлений на встречах со средствами массовой информации. В Анапе начался прием анкет от молодых людей, которые желают помочь в организации мирового первенства по футболу, которое состоится в будущем году. Волонтеры будут нужны не только непосредственно на матчах, но и в самом городе-курорте, где будут тренироваться команды-участницы. Это доброжелательность, это открытость, это коммуникабельность, желание прийти на помощь в любой ситуации. Это, наверное, главное, что отличает волонтеров, и особенно наших анапских волонтеров, которые являются лидерами этого движения в Краснодарском крае. Учитывая все это, к волонтерам из города-курорта и требования тоже особые. Но все начинается с желания, а это уже повод, чтобы прийти и заполнить анкету. Такая работа идет. Будут те, кто отправится в Сочи, где будут проходить матчи. Помимо этого, гостей необходимо встречать в аэропорту. В станице Анапской и в селе Витязево уже началось строительство тренировочных баз. Для начала нужно заполнить анкету волонтеров. Следующий этап. Нужно пройти определенный отбор. И те, кто пройдут этот отбор, будут участвовать в школе волонтеров. То есть здесь будет уже непосредственно занятие, мы будем их готовить. Будет определенный тренинг, языковая база. То есть знание иностранного языка тоже необходимо. После окончания чемпионата мира два стадиона мирового класса с травяным газоном и всей необходимой инфраструктурой передадут в ведение муниципалитета. Только в муниципальных спортивных школах занимаются более 1300 юных футболистов. Помимо этого действуют многофункциональные, а также пляжные площадки. Буквально на днях юношеская сборная города-курорта по пляжному футболу привезла первое место с краевого чемпионата, который проходил в Ейске. К верхней строчке целенаправленно подбирались пять лет. По словам тренера, футбол – это всегда комплексная подготовка. Многие знаменитые бразильцы начинали на песке, а удар через себя – это элемент пляжного футбола. Появление же сразу двух профессиональных стадионов – шанс для Анапы укрепить свои футбольные позиции как в крае, так и в стране. Там будут заниматься юноши, будут заниматься детишки разного возраста. Будут они готовиться к различным соревнованиям. То есть уже будет незазорно принимать различные соревнования краевого масштаба, российского масштаба, международного масштаба. Лучше живого газона нет ничего, не искусственного, никакое. Лучшее покрытие, я считаю, это вот песок и живой газон. Для мышц и для суставов молодого и взрослого человека. Строительство тренировочных баз уже началось со своей стороны не только городским службам, но и анапчанам необходимо, как бы сказали спортсмены, показать себя в команде, чтобы запланированные мероприятия прошли на должном уровне. К 80-летию образования Краснодарского края жители Анапска возвращают историческую справедливость, вновь вспоминая имя Полины Дмитриевны Рогачевой, председателя колхоза. Станица обязана Полине Дмитриевне своим экономическим расцветом, но в советское время достижения председателя старались замалчивать. Всему виной волевой характер руководителя и конфликт с советской номенклатурой. Статья из журнала «Крестьянка» во времена Советского Союза это известность на уровне страны. Героиня статьи – председатель колхоза имени Ленина Полина Рогачева. В начале 50-х годов она приняла разорившееся хозяйство, а через 7 лет уровень производства на предприятии вырос в 4 раза. Только в советское время об этом предпочитали лишний раз не упоминать. В прошлом году, когда мы отмечали 180-летие станицы, я наших стариков спросил, кто что-нибудь знает по Полину Дмитриевну Рогачеву. Почему она не возглавила совхоз «Анапа», который потом был преобразован из колхоза имени Ленина. Человек, который поднял колхоз, который вернул молодежь сюда. Мне сказали, что был один из периодов, эпизод, в ходе которого Полина Дмитриевна дала в лицо своему секретарю парткома. При председателе Полине Рогачевой в станице Анапской построили детский сад. Ясли появилась художественная самодеятельность. Это бывшая баня. Напротив – дом, где живет с семьей Наталья Александрова, племянница Полины Рогачевой. По ее словам, конфликт с партийной номенклатурой действительно был. Причем наступление вели по всем фронтам. Придрались к бухгалтерии, дошло до суда. Председатель ушла с поста, но отстояла свое имя и продолжила работать на руководящих должностях. Признать ошибку для партийного руководства было бы ударом по имиджу. Видимо, поэтому история и оказалась под сукном вместе с заслугами Полины Дмитриевны. Спасибо все-таки директору музея нашего. Потому что очень мало. Мама умерла рано у меня, у меня 14 лет было. Поэтому нечасто мы разговаривали. Потом молодой, когда был, неинтересно было. Сейчас хочется узнать больше. Это приятно, конечно, узнать. Не знала, что она... Ну, такая известная была, что ее отпечатали к крестьянке, и не знала. Семья передала в Станичный музей фотографии. К 80-летию образования Краснодарского края издадут книгу «Имя Кубани». Сегодня Полина Рогачева – трудовое имя Станицы Анапская. Не исключено, что информация о ней появится на страницах большого издания. Анапа приняла участие во всероссийском проекте «Ночь кино». На курорте такции проводится второй раз, и по традиции основные события прошли на театральной площади. Присоединиться к празднику и почувствовать себя настоящими кинозвездами смогли жители и гости города. Свет, камера, мотор сняты. От желающих пройтись по красной дорожке в образе кинозвезды и запечатлеть себя на камеру отбоя в этот вечер не было. Креативные стилисты тут же создают самые интересные образы, а костюмеры предлагают примерить шикарные наряды. Мне очень понравилось, удивилось, что это все бесплатно, что девочки вообще молодцы, организовали все. На площади концерт еще стоит, то есть очень приятно. Мы с ребенком придем обязательно сюда вечером. Сегодня здесь работает сразу несколько интерактивных площадок. Гости праздника смогли отправиться в мир произведения Николая Гоголя и побывать на легендарной космической станции «Союз-7». Одна площадка в кино – это «Фиксики», привет, «Барбоскины», ну и «Лунтик», вот, вроде Лунтика у нас «Ребята». Дальше «Салют-7» – это современный фильм, то есть он выйдет скоро, совсем скоро, и мы представляем там, как бы, обслуживаем фотозону. А на сцене тем временем для зрителей лучшие киношлягеры играл вокально-инструментальный ансамбль «Диксилэнд». На ура принимали и песни из известных мультфильмов. От администрации города в этот вечер получили почетные грамоты те, кто развивает индустрию на курорте, популяризируя киноискусство среди жителей и гостей города. Анапа здесь уже давно стала одной из любимых площадок для российских режиссеров. Сегодня жители города могут принять непосредственное участие в создании кинолент. Каждый год в нашем городе снимается очень много российских телефильмов. Если вы поедете в Первомайский сельский округ, то вы можете стать свидетелями с 1 сентября, как будет сниматься широкий, широкомасштабный, крупный, большой фильм «Освобождение крепости Бадабер», который будет рассказывать о том, о подвиге наших уже русских молодых ребят, которые попали в плен и служили в нашей российской армии. И наши анапчане могут стать не только свидетелями, но и участниками этого фильма. Это пик. И еще столько же, лет 20, точно будет очень-очень ярко. Много денег выкладывается, уровень вырос кинематографа. Наше российское кино очень сильно растет. Народ ходит, очень большие, серьезные показатели. Очень много людей у нас. В новогодние праздники, летом, много приезжающих. Город-курорт Анапа – это ж курорт. Народ нет, чтоб на море ходить, они ходят к нам. Это доказано цифрами. А завершился вечер праздничным концертом и демонстрацией популярной семейной комедии. Также к акции присоединились и сельские округа. Площадками для показа кинолент в этом году стал парк Станицы Анапской, села Юровки, Витязева, а также площадь у Дома культуры, села Гайкадзор. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» – 189 рублей. «Сервилат Российский» – 319 рублей. «Сосиски Крымские» – 195 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А, «Крымская» – 98, «Амелькова» – 28 и «Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 29 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днём до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше нуля. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 26 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнёрах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведёт строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надёжную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнёр программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинаёт первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте своё здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролок и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надёжных руках. Подробности по телефону 42419.